МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Ублик, характер и повадки птиц воспеты во множестве сказок и легенд. С давних времен многие пернатые символизировали различные божества. Уже в языческой дохристианской Руси птицы почитались очень высоко. Им приписывалась особая сакральная роль. Не исключено, что именно поэтому у русских людей столько птичьих фамилий. Так славяне считали, что на крыльях птиц прилетает весна. Сегодня в программе мы расскажем о мифах и легендах, которые окружают многих пернатых, а также о том, откуда эти мифы и легенды появились. Известно, что у многих народов вещью птицы считалась кукушка. По ее кукованию можно было определить, сколько лет осталось жить или в девках ходить, а еще через какое время исполнится заветное желание. Узнать можно было не только это. Славяне были уверены, что кто услышит кукование в лесу, имея при себе деньги, при деньгах будет целый год. Иногда для верности рекомендовалось этими деньгами еще и брякнуть в кармане, дабы пернатая вещунья услышала. У древних индусов кукушка провозглашала решение бога Индры, кому сколько жить. У германцев служила громовержца Тору, у греков в нее превращался сам Зевс. Наши предки считали, что эта птица, прилетая из Ири, из той заоблачной страны, откуда исходит душ новорожденных, куда удаляются усопшие, где пребывают девы судьбы, кукушка считает часы рождения жизни и смерти. Это, конечно, не более чем красивая легенда. На самом деле кукушки кукуют не для того, чтобы предсказать, сколько человеку осталось жить лет, а с другими целями. Кукование – это брачная песня их самцов. Таким способом они дают знать самкам, что они находятся вот здесь, привлекают их к себе. А у самки голос совсем другой, напоминает какой-то такой громкий дикий хохот. Считается, что кукушка – это одна из немногих птиц, которые едят махнатых гусениц. И тем они приносят большую пользу лесу. Но на самом деле махнатых гусениц едят и некоторые другие птицы, даже такие мелкие, как славки или воробьи. По народным поверьям, кукушки считались хранительницами ключей в Ири, загадочной и теплой страны. Они последними закрывают ее, когда птицы улетают к своим жилищам и первыми открывают, чтобы пустить перезимовать. Существует несколько легенд, почему кукушка живет одна. В Германии рассказывают такую. Когда творец создал землю, он дал каждой птице свое жилище – аисту, крышу, чибису, луга, жаворонку, поля. Только кукушка так ничего и не смогла выбрать себе по душе. Так и летает она в бесплодных поисках до сих пор, нигде не устраивая гнезда. В некоторых украинских сказках говорится о том, что кукушки – женщины-оборотни, которые живут всегда одни. Так, по одной из таких сказок, девушка вышла замуж за ужа, но отказалась жить у его родителей. По-другой, легкомысленная дочка захотела напугать свою мать и, спрятавшись за печь, начала куковать. Разгневанная мать сгоряча прокляла дочь. Есть и такой вариант – женщина превратилась в кукушку за то, что убила своего мужа и осталась одна. Постоянных пар кукушки не образуют. Они соединяются в пару только на несколько часов для спаривания и производства одного яйца. Потом это яйцо самка подкладывает в яйцо какую-нибудь другую птицу. Существует немало сказаний о том, почему кукушка подбрасывает свои яйца в чужие гнезда. В одном из них рассказывается, что когда-то давно у кукушки был муж – кукуш. Однако он ей не по нраву пришелся. Начала она на других птиц засматриваться и вертеть хвостом. Перед удодом, вороном, ястребом и даже петухом. Рассердились на нее их жены. Собрались как-то раз и чуть не заклевали беднягу до смерти. Кукушка поплакала, поплакала, да опять взялась за свое. Тогда жены птичьи подучили кукуша со своей блудливой супругой разобраться. Она смеется. «Погоди, – говорит, – вот снесу яйца. Высяжу птенцов, тогда и будем разбираться, чья я жена». Понял муж, что птенцы будут не его. Рассверепел, гнездо разорил и улетел. С тех пор живет она одна, чужих мужей приманивает и украдкой свои яйца в чужие гнезда подкладывает. Легенда легендами, но практически у каждой из них есть вполне научное объяснение. Раньше считали, что кукушка откладывает очень много яиц, и поэтому она вынуждена размещать их по разным гнездам, потому что она сама не в состоянии их вырастить. Но потом, когда стали изучать это более внимательно, оказалось, что кукушки откладывают яйца столько же, сколько и другие птицы. То есть 6-8 яиц за год. И, видимо, дело в том, что если каждое яйцо оказывается в другом гнезде, то больше шансов, что хотя бы кто-нибудь выживет. Так делают и другие птицы. Такие данные получены для уток, для разных мелких птиц, что они откладывают часть яиц к себе в гнездо, а одно или два яйца к соседям. Но в отличие от кукушки, они откладывают к соседям того же самого вида. А кукушка откладывает к другим видам птицы. Она довела вот эту привычку до совершенства, и свой бог гнезда теперь совсем не имеет. С птицами связано множество поверий. Одно из них касается аистов. Известно, что они нередко селятся на крышах домов. Так вот, считается, что если люди соседству не рады, разоряют гнездо птицы, та начинает мстить и поджигает дом обидчика. Если гнездо разорить, то птицы, как правило, тут начинают делать новое. Причем часто на том же месте. Поэтому если кто-то уничтожает гнездо на крыше своего дома, аисты могут попробовать сделать второе гнездо на том же месте. А поскольку они с деревьев, ветки от нам будут с большим трудом, они любят их везде собирать, уже отломанные. И для такого вот аиста, который восстанавливает свое гнездо, для него большой, очень приятной находкой является кострище с неполностью прогревшими ветками. Он собирает эти ветки, приносит, вкладывает в гнездо, причем там могут оказаться ветки еще с угольками. И из-за этого действительно иногда может случиться пожар. Вот люди такое заметили и сложили такую легенду, что он таким вот образом мстит тому, кто его обидел. Названия пернатых тоже окружены сотнями легенд. Например, королек получил свое прозвище так. Однажды птицы решили выбрать королем того, кто взлетит выше всех. Орел взмыл так высоко, что с ним никто не мог соперничать. Но только он собрался спуститься на землю, как из-под его крыла выпорхнула маленькая птичка и поднялась чуть-чуть выше. Это увидели остальные птицы. Они выбрали королем все-таки орла. А честолюбивого обманщика в шутку назвали корольком. Это самая маленькая птичка у нас в Рязанской области. Масса его достигает 7 граммов. Осенью и зимой он может встретиться нам даже в черте города Рязани. Обычно они бывают в смешанных стаях с синицами. Еще одна маленькая интересная птичка – калибри. Она считается самой крохотной в мире. Нередко в наших краях появляются статьи о том, что это маленькое чудо видели в Рязанской области. Возможно ли такое? Калибри их очень много. Это подотряд. В рамках отряда длиннокрылых, куда у нас относятся еще стрижи. Там два подотряда – стрижи и калибри. Стрижи мы все можем каждый день видеть. И мало кто знает, что это, как раз, и есть родственники калибри, самые ближайшие. Все калибри самых разных размеров. Самые мелкие из них действительно очень маленькие, размером со шмеля. И весят около 5 грамм. Меньше даже, чем наш королек. А самые крупные примерно по размерам с ласточку или с домового воробья. Калибри питаются очень интересно. Они зависают в воздухе перед цветами. И высасывают нектар при помощи своего длинного клюва, не садясь на цветок. У нас таким же способом питаются, правда, по ночам крупные бабочки-бражники. Поэтому каждый год поступают сообщения, что вот в Рязани видели калибри. Но потом, когда на самом деле это все проверяется, оказывается, что это просто были бражники. Когда птица имеет что-то необычное в своем происхождении или повадках, то по этому поводу часто возникают суеверные суждения. Так, сова имеет очень странную наружность и сильно отличается своим поведением от других птиц. Вот почему она бросла всевозможными легендами. Знаете ли вы, что в древние времена она считалась птицей, приносящей несчастье? Римляне так сильно ненавидели сову, что, увидев и поймав ее в городе, в дневные часы сжигали, а пепел публично бросали в Тибор. Однако в Англии и других местах ее часто называли мудрой старой совой. Такая традиция, она идет еще со времен Древней Греции. У них тогда в символом мудрости был домовый сыч, один из видов сов. Вероятно, это связано с тем, что у совы такой вот на человеческий взгляд, как нам кажется, умный взгляд. А происходит это потому, что у нее так называемое бинокулярное зрение, и глаза направлены вперед, в отличие от других птиц, у которых глаза расположены по бокам головы. Такая особенность им нужна для того, чтобы ночью в темноте лучше замечать добычу. В Древней Греции соловей считался священной птицей поэзии, как позднее лебедь. Римляне были такими любителями этих птиц, что платили за них безумные цены. Соловей стоил дороже раба или даже оруженосца. Супруга императора Клавдия Агриппина однажды должна была купить для подарка белого соловья. Он обошелся ей в 300 золотых монет. Как певца траурных песен, римляне часто изображали соловья вместе с другими певчими птицами на надгробных монументах. Позже христианская церковь заимствовала эту символику глубокого траура. Соловьями сравнивали души праведников с их стремлением к небу. Этот пернатый вестник майских дней – певец обновления «Утро», певец садов. А еще это птица влюбленных. Традиция-то пошла, видимо, еще с Древней Греции. Там соловей считался оракулом в делах любовного влакитства. Ему доверяли самые сокровенные тайны. Соловей славится тем, что он очень хорошо поет. Специалисты насчитывают до 24 колен в пении соловья. А колено – это какой-то отдельный звук или серия звуков одинаковых, которые в своей песне издает. Хотя обычно у наших соловьев их бывает меньше – 8-12. Обычно вот так. Но все равно пение очень богатое и разнообразное. Одних птиц считали священными, других изображали на гербах. До сих пор на гербе рабочего поселка Сапожок в Рязанской области изображен ястреб. Переперятника достаточно много, особенно много на зимушке. То есть зимой, в принципе, на один квадратный километр по ястребу – это, в общем-то, цифры близкие к реальности. А летом их достаточно мало. Ястреб-переперятник – это, в общем-то, довольно скрытный хищник, не очень крупных размеров, немного меньше вороны. У них очень сильно отличаются по размерам самцы и самки. Самец чуть ли не на треть меньше самки. Это, в принципе, вполне естественно и так и должно быть, потому что для того, чтобы охотиться на мелкую добычу, а не охотиться на мелких птиц в основном, для этого очень крупным быть не надо. Зато надо быть проворным. И вот небольшой самец, он как раз очень проворный. А самка должна быть крупной, потому что она сидит на яйцах, она защищает потом птенцов. Поэтому, чем крупнее она, тем от более крупного врага она в состоянии птенцов защитить. Кроме поверья и легенд, существует немало примет, связанных с поведением птиц. В народе говорят, ласточки низко летают к дождю. Есть ли научное обоснование данному убеждению? Слишком романтичные натуры могут утверждать, что ласточки – необыкновенные птицы, наделенные особым чутьем и интуицией. Они способны чувствовать изменение погоды своим поведением, предупреждать об этом. Однако, все немного иначе. Считается, что ласточки перед дождем летают очень низко. Это связано с тем, как написано в литературе, что якобы перед дождем у насекомых крылышки намокают, они вынуждены опускаться очень низко к земле, поэтому там же летают и ласточки, и там их ловят. Но на самом деле это тоже можно отнести к области легенд, потому что, например, стрижи, которые тоже очень похожи на ласточек внешне, многие люди их даже не отличают друг от друга, они всегда летают высоко. То есть так, чтобы они летали над самой землей и схватывали насекомых с травы, такого не бывает. Так же высоко обычно летают и городские ласточки. А деревенские ласточки, как правило, летают низко. Или на земле, или на высоте первых 5-7 метров. Просто у разных видов птиц, которые кормятся в воздухе, у них есть свои экологические ниши, распределение по высоте, кто на какой высоте должен кормиться, своя излюбленная добыча, которая на этих высотах встречается. И вот они таким образом как раз сфера влияния и делят. Людям на данный момент известно 9800 видов пернатых, которые живут на земле. О каждом есть необычные факты. Так, например, сердце некоторых птиц бьется 400 раз в минуту во время отдыха и 1000 раз во время полета. Перья птицы весят больше, чем ее скелет. А самым быстрым считается сокол сапсан. Он может достигать во время охоты скорости более 320 км в час. И еще один любопытный факт. Всего во всем мире существует 6 видов ядовитых птиц. Большинство из них, 5 видов, относятся к дроздовым ухоловкам. Еще их называют петаху. Обитают эти существа в Новой Гвинеи. Ядовиты они тем, что на теле содержат сильнейший яд в мире под названием ботрохотоксин. Однако то количество, которое содержится на птице, не способно убить человека. И при попадании в дыхательные пути может вызвать лишь острый приступ кашля. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин